Здравствуйте, друзья! Санкт-Петербург, УИК номер 5. Бюллетени за своего господина вбрасывают на коленях. Бюллетени за своего господина вбрасывают на коленях. И все равно встанут на колени и вбрасывают. Свежие рулоны завезли после такой прозрачной победы. Рейтинг доверия. Чаушеску 90%. Саддам Хусейн 90%. Муамар Каддафи 90%. Путин 89%. Давай, Вован, поднажми, еще один процент остался. Нелегитимный. Рассказывает, что граница, как всегда, на замке. За последнее время многое сделано для укрепления государственной границы. Особенно участков, которые фактически находятся в районах боевых действий. Пограничные органы укомплектованы дополнительным личным составом, современным вооружением и техникой. Результаты мы видим. Результаты мы видим. Враг едва спасся паническим бегством. Твердо и четко. Все попытки прорыва на нашу территорию, диверсионно-технических банд, все эти попытки провалились. Белгород, в котором все попытки провалились, и Белгород, в котором сегодня объявили эвакуацию 9 тысяч детей, это один и тот же Белгород. Большое количество сел на сегодняшний день мы обселяем. Сейчас планируем вывоз порядка 9 тысяч детей из Белгорода и Белгородского района, Шебекинского округа, Гороворонского района. 22 числа 1200 детей едут в Пензу, в Тамбов и в Калугу. Вот это видок у помощника губернатора. Сразу видно, все попытки РДК провалились. В Белгороде в магазинах уже пустые прилавки. Сегодня утро, как всегда, по-прежнему громкое. И вчера был день громкий. Я сейчас еду в магазин, дети попросили окрошку, надо что-то есть, готовить. Вот как можно что-то приготовить, если полки пустые в магазинах? Просто. Ничего. Ни огурцов, ни помидор, ни фруктов детям на той стороне. Вообще ничего нет. Я поеду сейчас еще в один магазин съезжу. Но что-то, знаете, вообще не айс. То есть товара в первой необходимости нету вообще. Нету ни мяса. Колбасы или огурцы, помидоры, лук репчатый, морковка. Этого вообще нету. Понимаете, полки пустые. Обалдеть. А в Киеве, где идет война уже два года, мне присылают ролики, все есть. И никто не ворует. Да, смотри, для тебя специально снимаю. Вот магазин овощи и фрукты на вот такой вот проходной аллее. Киев. Люди спокойно проходят. Вот идут оттуда люди, сюда идут люди. Спокойно проходят. Никто ничего не берет. Смотри цены. Помидоры черри. Три доллара килограмм. Простые другие помидорки. Перц. Все лежит. Никто не охраняет. Человек подъехал на велосипеде, оставил велосипед, дошел внутрь, покупает овощи, фрукты и выйдет, заберет и уедет спокойно. Это Киев. Следующие освободители полезут под пули уже не за стиралки и холодильники. За помидоры и огурцы. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Гордон Шоп мы уже закупили для фронта около ста дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты птичье молоко Гордон в шоколаде, и носки, и зефир Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики, береги кадык, и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Город Томск. На-на... Деревянная наноэлектрификация. Пожалуйста, вот у нас в группе есть энергетики, можно вот так вот электрические провода вешать на деревьях? Вот так вот. А еще у меня вопрос. Здесь детский садик, это учебная с Белинского пересечения. Вопрос. Это нормальная установка столбов. Вот такая вот. Деревяшек туда набили. Что-то не все использовали, я бы туда побольше, наверное, деревяшек вбил. Столб уже накренился. Чуть-чуть. Так что тут, я не знаю, будьте осторожны, наверное, здесь проезжая. Деревяшки, наверное, скоро не выдержат. То есть, можно вот так вот делать вообще? Электрические провода вот так кидать? В путинской России, братан, по-другому и не бывает. Воронеж. Весна. Эх, романтика. Это Малюк, Буданов и Сырский еще всерьез ничего не начинали. Санкт-Петербург. Освободитель. Вернулся с войны. Убил человека в ресторане. Прямо у всех на глазах. А потом, как ни в чем не бывало, сел назад кушать. Новая элита России. Сибирские двое мужчин пили пиво в подъезде и закусывали стеной подъезда. Камера сняла нечто странное. Один из собутыльников подошел к углу и дважды укусил стену. Следы зубов утром увидели соседи. Ну а что? Вы цены на сухарики вообще видели? Вот она наша стабильность. Видите, какая хорошая? Вот этот горнолыжный. Центр. Наверное, лет, не знаю, 20 существовал. Даже больше, наверное. Люди приходили спокойно, как бы, ну, проводили отдых там, катались. А теперь его просто нету. Вот он. Вот его разбирают полностью. Вот она стабильность. Вот. Просто катастрофа какая-то творится. Американская пенсионерка грузит остатки еды в свою развалюху. Так, приветствую, обманутый россиянин. Видео специально для тебя. Как ты уже понял, это у нас город Сызрань. Ладно, шучу. Это загнивающая Америка. Так вот, ситуация следующая. Бабуля грузит свои продукты, которые она купила на свою нищенскую пенсию, в свой Форд Мустанг. Значит, вот она садится в машину, кладет свою сумочку, снимает свое пальтишко. Ну, в принципе, обычное дело. Мне кажется, ничего необычного, даже в России. У каждого второго пенсионера есть Форд Мустанг. Да, в России тоже у каждого пенсионера есть Форд Мустанг. Вот тут вот, на футболке. Вот, посмотрите. Дети фотографируются, побросали свои айфоны. Лежат, никто их не берет. Да, в России. В России, если бы так 14 айфоны лежали, то по ножовщиной бы все закончилось. А если бы 15, то огнестрел.